И вот здесь мы вновь возвращаемся к главному событию дня, неожиданной срочной госпитализации президента Ельцина. Напомню, что несколько часов назад Кремль сообщил, что Борис Ельцин помещен в ЦКБ с диагнозом кровоточащая язва желудка, которая может быть следствием приема кардиоаспирина. Сейчас у нас вновь на связи в прямом эфире наш корреспондент Борис Кольцов, который дежурит возле центральной клинической, кремлевской больницы. Борис, какие последние новости? Удалось ли узнать что-нибудь новое о состоянии Ельцина? Добрый вечер еще раз, Евгений. За последний час никто к прессе не выходил из лечащих врачей президента. Здесь совершенное затишье. В принципе, мы единственные корреспонденты, кто сейчас дежурит здесь. Последний фотокорреспондент покинул ворота центральной клинической больницы примерно два часа назад. Он связался со своим начальством зарубежным и решил приехать сюда завтра. Видимо, паломничество журналистов начнется с завтрашнего утра. Я еще раз напомню, что по приезде в больницу Борису Ельцину была сделана гастроскопия. Диагноз подтвердился. И, пожалуй, это все, что мы сейчас можем сказать. А сколько, по вашим данным, будут лечить Ельцина? Уточните, пожалуйста. Пока называют сроки три недели. Но хочу подчеркнуть, что пока до сих пор не решено, какие именно средства будут использоваться при лечении президента. При такой язвенной болезни не исключено как терапия, как и оперативное вмешательство. Я думаю, что во многом сроки лечения будут зависеть именно от этого. А смогли ли вы какое-то дополнительное движение вокруг ЦКБ заметить? Например, автомашины с кремлевскими правительственными номерами? Около восьми из ворот ЦКБ выехал черный джип «Мерседес», который обычно ездит в кортеже президента. И больше никто сюда не заезжал. А еще одно свидетельство того, что президент действительно здесь, это то, что наряд, который дежурит у ворот на КПП ЦКБ усилен офицером Федеральной службы охраны. Но, правда, это не мешает местным жителям гулять здесь с собаками. Охрана к ним относится спокойно. Я напомню, что в ЦКБ посещение больных разрешено до 18.00. Мы видели несколько человек, кто выходил отсюда позже, но, скорее всего, это персонал, который работает до вечера. Известно, что сегодня день рождения дочери президента Татьяны Дьяченко. Не исключено, что семья сейчас находится вместе с президентом, но пока никаких подтверждений того, что они туда въезжали, у нас нет. И, соответственно, того, что они выезжали тоже. И, вероятнее всего, учитывая, что срок, возможный срок пребывания Бориса Ельцина здесь, как минимум, три недели, со своего день рождения не исключено, что ему придется тоже встретить в больничных стенах. И если действительно, это я уже добавляю к тому, что только что сказал Борис Кольцов, если действительно президент пробудет в ЦКБ три недели, безусловно, его визит во Францию не состоится или, во всяком случае, будет отложен, перенесен на более поздний срок. Борис, я благодарю вас, и, наверное, вам тоже есть смысл отправляться домой, сворачивать нашу тарелку спутниковой связи, через которую мы напрямую сейчас выходили от ЦКБ в эфир. Завтра предстоит там напряженный, я думаю, достаточно напряженный рабочий день Борису и другим нашим коллегам. Продолжая тему болезни президента, я вновь хочу вернуться к тем версиям, которые высказывались уже сегодня в средствах массовой информации о причинах возникновения острого приступа язвенной болезни у Ельцина. Называли, собственно, две причины. Говорили о том, что это могло быть результатом длительного приема в больших дозах кардиоаспирина, или же просто лечение простуды, точнее, высокой температуры, которая могла быть у президента при простуде, при недавней простуде, тоже дозами аспирина. Ряд медиков, с которыми мы беседовали по этому поводу, высказывают серьезные сомнения, по крайней мере, в отношении того, что простуду Ельцина лечили с помощью аспирина. Тему язвенной болезни продолжит наш корреспондент Ольга Подкопаева. Язва желудка – болезнь менеджеров и руководящих работников. Возникает она, как правило, после серьезных стрессов, или тогда, когда работа связана с неожиданными психологическими нагрузками. Хотя, как рассказал нам дежурный хирург Филатовской больницы Юрий Кучеров, в последние 4-5 лет на Западе и у нас появилось немало работ, доказывающих бактериальное происхождение язвенной болезни. Иными словами, она может быть заразной. Болезнь – это очень опасная, особенно, когда это так называемая немая язва, которая долгое время ничем себя не проявляет, а когда ее, наконец, удается диагностировать, например, в момент кровотечения, выясняется, что болезнь уже достигла серьезной стадии. Вполне возможно, что именно так и произошло у Бориса Николаевича Ельцина. Когда кровотечение, это указывает на том, что эрозионный процесс желудки зашел очень глубоко, то поражается уже слизистый-послизистый слой, и вот возникает кровотечение. То есть это всегда очень опасно для жизни. Впрочем, не исключено, что кровотечение у президента вызвали препараты, разжижающие кровь, которые дают после операции на сердце. Лечить язвенную болезнь наши врачи умеют. Больному назначают постельный режим, голод, и проводят гемостатическую терапию. То есть проводят промывание желудка холодной водой, вводят препараты адреналина в это вместе. То есть промывание холодной водой с адреналином, чтобы восстановить кровотечение. И проводят гемостатическую терапию. Врачи, у которых мы просили консультацию, говорили, что невозможно судить о болезни не видя пациента. Но все уверенно заявляли, что лечение язвенной болезни – длительный процесс. Ольга Подкопаева, Антон Зубов, НТВ. Ну и в заключении выпуска еще один материал моего коллеги Евгения Ревенко, который попытается обобщить все, что мы узнали сегодня о главном событии дня – о болезни президента. Завтра политическое поле в России будет взорвано. Сегодня работает инерция выходных. Диагноз «острое кровоточащее язвы желудка», с которым был госпитализирован утром Борис Ельцин в центральную клиническую больницу, нарушил шаткое равновесие. Еще вчера промежуточная проверка, появится президент на публике или нет, Борис Ельцин встретился перед телекамерами с министром МВД Сергеем Степашиным. Значит, здоров. Сегодня, по признанию сотрудников администрации, госпитализация произошла скоропалительно. Никто такого поворота не ожидал. Вы знаете, вот насколько я понимаю после моих бесед с врачами, что такого рода приступы могут случаться совершенно внезапно. Мне сложно говорить о том, что они видели, что они не видели. Но во всяком случае случилось, это все неожиданно. Он был госпитализирован сегодня утром. Возможно, виной кровоточащей язвы послужило спиринкардио. Врачи рекомендовали это лекарство президенту после операции на сердце. И даже в сопроводительной инструкции значится область применения при остром инфаркте миокарда, а также после операции, в том числе, аортокоронарного шунтирования. Среди побочных действий с пометкой «редко» – желудочные кровотечения и язвы желудка. Теперь Майкл Дебейки говорит, что Ельцину для выздоровления потребуется около недели. При этом хирург отмечает, что все пройдет без проблем, если с болезнью удастся справиться препаратами. Однако, если потребуется хирургическое вмешательство, то существует определенный риск. Правда, анонимный гастроэнтеролог уже предположил, что до момента выписки президента из ЦКБ пройдет не меньше трех недель. Тут же возникла угроза срыва визита Ельцина во Францию. Он планировался на 28-29 января. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Якушкин настаивает, что поездка еще не отменена. Ее судьбу должны решить по телефону лично Борис Ельцин и Жак Ширак. За ухудшением здоровья президента российские политики, не сговариваясь, уже начали подталкивать ситуацию к досрочным выборам. Еще до известия о язве первым заговорил об этом мэр Москвы Юрий Лужков. Россия, как президентская республика, должна иметь активно действующего президента. Об этом мы говорили на съезде Отечества. Сегодня мы имеем проблемы. Сегодня мы имеем очень серьезные в этом плане проблемы. А спикер Думы Геннадий Селезнев уже предложил передать часть полномочий президента премьеру Евгению Примакову. Нетрудно догадаться, что его всецело поддержит и Геннадий Зюганов. Однако всегда осторожный Примаков уже объявил, что ни о какой передаче полномочий речи быть не может. На данный момент это заявление фиксирует политическую ситуацию. Евгений Ревенко, телекомпания НТВ. Вот и все, о чем мы хотели рассказать вам в этом выпуске итогов. Это не последний наш выпуск. Я еще раз хочу сказать несколько слов о тех изменениях, которые произойдут в программе сегодняшнего воскресного вечера на канале НТВ с программой итоги. В 18 часов в нашем первом выпуске мы объявили, что гостем программы итоги ночной разговор, которая выйдет в эфир, скажем так, в 23 часа 15 минут, примерно чуть раньше, чуть позже, будет управляющий делами президента России Павел Бородин. Беседу с Павлом Бородиным мы записали сегодня утром, поскольку днем он уезжал в командировку и не мог быть гостем нашей передачи в прямом эфире. А потом разразилось то, что произошло. Мы получили новость о болезни президента. И, безусловно, в этой ситуации мы решили изменить программу и пригласить в прямой эфир другого человека, осведомленного о том, что происходит со здоровьем президента. А беседу с Павлом Бородиным мы покажем вам, видимо, завтра, в какое время сообщим дополнительно.